здравствуйте уважаемые друзья сегодня хочу поговорить на такую тему как живется мусульманам в канаде и почему они таких больших количеств бегут из европы в канаду почему она над этим начал говорить потому что вчера возвращаясь из монреале я разговорился с одним гражданином франции арабского происхождения который учится здесь канаде и у нас собственно был довольно таки долгие разговоры обстоятельные и он мне сказал о том что огромное количество французов особенно французов арабского происхождения бегут в канаду из-за того что во франции на них объявлены практически травля они люди второго сорта их подозревают во всех мыслимых или или мыслимых грехах они потенциальные дескать террористы ну и так далее при этом он говорит что большинство арабов особенно те которые родились во франции они понимают но практически не разговаривают на арабском у них практически у большинства нет никаких связей с арабскими странами вопрос связанные с их религией это не столько их выбор сколько традиционный выбор их родителей которые их посвятили в этот культ в детстве что еще более того он говорит что во франции да и в арабских странах с кем он поддерживает отношения про кого он знает молодежь категорически против того чтобы принимать исповедовать радикальные форму ислама но из-за того что уровень жизни не очень высокий и об уровень образования тоже не очень высокий и плюс у власти находятся радикальные исламистские группировки дескать из-за этого все больше и больше населения в странах впадает в гремучее средневековье и собственно страдает от всего этого дела хотя в общем и целом само население оно не горит желанием жить в восемнадцатом веке ну и собственно разговорившись на эту тему я сдал вопрос а почему вы бежите то что что вот собственно мешает вам устроиться хорошо у себя дома все-таки потребовать изменения отношения к мусульманам в лучшую сторону он говорит что тенденция такова что ничего сделать нельзя все становится хуже а канада в этом плане гораздо более мягкая гораздо более толерантно канада не запрещает людям исповедовать любую религию канада не преследует людей не вешает на них ярлык только потому что они там принадлежат какой-то социальной группе или какой-то религии и собственно это людей привлекает это людей привлекает и поэтому большое количество мусульман большое количество арабов из европы из африки стремятся приехать в канаду для того чтобы начать здесь нормальную жизнь по нормальным законам по нормальным правилам собственно я хотел сказать еще на тему того что в канаде действительно нет никому никакого дела до того во что ты веришь как-то одеваешься в канаде в отличие от сша гораздо меньше процент преступности на расовой или на религиозной почве на почве ненависти по причине танцвета кожи или веры которые человек исповедует в канаде опять же в отличие от сша нету преступлений связано сам с нападениями и убийствами перестрелки в мечети в синагоге или еще где-то и могу сказать что мусульмане живут совершенно спокойно мирно и стабильно психозы и истерии которые есть европе или сша по этому признаку также отсутствуют и признак того что мусульмане всего мира выбирает большое количество именно канады свидетельствует в пользу канады как страны в которой люди независимо ни от чего могут ли спокойно мирно маленькое дополнение которое хотел рассказать то что канада это подтверждает приверженность своему курсу мультикультурализма и канада неоднократно в разных местах через разных людей говорила одну и ту же формулу говорила одну и ту же мысль что в канаде разнообразие раз разнообразие религий разнообразие культур является пожалуй самым главным активом страны и канада гордится тем что здесь живет так много людей так много культур так много религий и живут они в мире тихо и спокойно и любые признаки ксенофобии ненависти любые признаки недоброжительного отношения к людям на основании какого-либо критерия они мало того что незаконно согласно канадской конституции из и канадской хартии прав человека гражданина так еще к тому же в обществе в самом обществе это не приветствуется и если кто-то попытается что-то плохое сказать на основании каких-то дискриминационных критериев то сами граждане канады возьмут такого человека под белой ручки и проводят до ближайшего политического участка весь человек и будут разбираться уже на уровне закона ну и что еще наконец можно сказать по поводу мусульман то что здесь мусульмане не чувствовать себя людьми второго сорта здесь мусульмане не чувствуют что к ним как-то плохо относится из-за того что мусульмане и они совершенно спокойно себя находит в тех сферах в которых они живут и они работают в университете преподают женщины в платках на улице люди ходят вплоть до своих азиатских не знаю как это называть но не халатов что-то такое просторных с чепчиками на головах ну то есть то как они у себя ходят дома на родине это совершенно нормально совершенно спокойно в общем собственно все что хотел сказать по поводу арабов, по поводу ислама если вы культивируете этот культ то собственно никаких проблем для нормальной жизни здесь у вас не будет добро пожаловать в мир на гостеприимную Канаду на этом я заканчиваю всего хорошего до свидания Продолжение следует...